Продолжение ролика про целые алгебраические числа, или постигаем математику с Саватеевым вместе. Итак, у нас есть некое подмножество комплексных чисел, которое является конечномерным z-модулем, или что то же самое, в нем наличствует конечный набор чисел целых, ой, комплексных, комплексных, такой, что любой элемент из t имеет вид, я даже не требую, вроде бы мне не нужно требовать, чтобы однозначный вид такого вида был у него, но хотя бы один способ был бы его представить вот так, m1, t1, плюс так далее, плюс mr, tr, где все mg, t целые. Вот, ну и, значит, да, ну, я пока даже не буду предполагать, кажется, мне не нужно будет это, что для любого t вот такое разложение будет единственным, может быть, даже не единственным, пока попробуем так доказывать. Вот, и это первое, да, что нам дано, и дано еще, дано альфа из С, какое-то комплексное число, такое, что для любого s из t альфа умножить на s тоже принадлежит t, то есть альфа преобразует этот конечномерный модуль внутрь себя. А, так вот, тогда альфа алгебраично, то есть существует, значит, то есть альфа там в какой-то там, неизвестно какой степени, напишем, какого у нас еще не было здесь, ну, катого, да, не было, альфа в катый плюс bk минус 1 альфа в k минус 1 плюс так далее, плюс b1 альфа плюс b0 равно нулю, ну, при некоторых k больше нуля, значит, целых, да, целым, и целых, так, да, целых b, b эльтах, l равно 0 и так далее, k минус 1. Ну, короче, вот, вот, собственно, что утверждается, что если альфа закручивает этот z-модуль внутрь себя, не выводит за пределы него ни одного из его элементов, то тогда для альфа существует вот такое соотношение, ну, и как бы, на самом деле, в каком-то смысле, значит, что альфа ручное, оно не страшное число, а какое-то достаточно ручное, но это так, это, 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 это разговор в пользу бедных, на самом деле целые алгебрические числа, это очень сложная система чисел, с которой еще надо работать и работать. Ну что, давайте попробуем просто в лоб, в лоб, вот, сейчас мы будем делать, поступать в лоб. Что значит, что для любого s и st это верно? Это то же самое, что для любого из этих это верно, потому что, ну, в одну сторону просто очевидно, это подножство t, а в другую сторону, если каждый из этих переводится внутрь t, то и любая такая комбинация, ну, естественно, тоже при домножении на альфа будет переводиться внутрь t, вот, потому что внутри t домножение на целые числа и складывание явно не выводит за его предел, раз любой элемент имеет такой вид, а сумма таких двух и домножение такого на целое число имеет тот же самый вид, а значит, лежит t. Так, ну, хорошо. Да, я, я хотел, да, здесь надо сказать, что t это множество всех таких комбинаций, любой, любая такая комбинация тоже принадлежит t. Вот это, кстати, я зря не сказал, конечномерный z-модуль, это такое множество, что в нем выделена вот эта вот система, конечная система чисел, такая, что любое число этого вида лежит в нем, и любое число отсюда имеет такой вид, вот это важно. Вот. Ну, поехали, напишем просто, что, значит, альфа предомножение на t1 имеет такой вид, альфа предомножение на t2 имеет такой вид и так далее, альфа на t1 тоже имеет такой вид, вот, значит, что это значит? Альфа t1 имеет такой вид, значит, оно представляется в такой форме, ага, отлично, значит, оно представляется в такой форме, и мы пишем, что это будет, сейчас матрица, появится матрица, так, коэффициента l у нас еще нигде не было, в линейной алгебре, конечно, но это l, вот этот закрытый терм l. Так, l1, 1, t1, да, плюс так далее, плюс l1r, tr, ну, такая нормальная сейчас, сейчас вот, так сказать, матрица, с которыми вы, наверное, общались. Кстати, сейчас я пытаюсь сам сейчас думать, а на самом деле нужно ли мне, что любая такая комбинация лежит в t, или мне этого даже не надо, и достаточно только, чтобы любой элемент из t имел такой вид. Давайте это в качестве упражнения оставим, это в этом надо, да, в этом, в этом, значит, в этом надо еще поразбираться, но поехали. Последний это l, r1, t1, плюс так далее, плюс l, rr, tr. Прекрасно, значит, вот такая система уравнений. Что я дальше делаю? Все очень похоже на обычную линейную алгебру, где я пишу характеристический многочлен, но мешает целочисленность всего, что, значит, здесь требуется, здесь требуется оставаться как внутри целых чисел. Я направо вот это все перемещу, да, перемещу направо, у меня получится, что нулю, нулю равны следующие выражения, l1, 1 минус альфа на t1 плюс, ну прям так напишем, l1, 2, t2 плюс так далее, плюс l1, r, t, r равно нулю. Потом мы, следующий, соответственно, будет вот здесь, вот этот l, 2, 2, да, здесь l, 2, 2 минус альфа на t2. Вот, ну вот, кто учил линейную алгебру, тот вспоминает, как это похоже на всякие характеристические многочлены, да, вот, на поиск векторов собственных для линейных операторов. Здесь все просто целочисленное. Ну и, наконец, соответственно, последнее будет выглядеть как lr1, t1 плюс так далее, плюс lr, r минус альфа на t, r равно нулю. И что? А дальше что? Вот у меня есть некие соотношения, да, некие соотношения, в которых встречаются числа разной природы. Вот это вот альфа, оно, бог знает какое, там, корни какие-то могут быть сколь угодно здоровые, да, ну, может вообще, я просто не знаю, какое, какое-то альфа, да, какое-то комплексное число. А вот это все целое число, вот это все целые, все льты, и это целые числа, потому что по условию z-модулей. И что? Что мы тогда делаем? А мы замечаем следующее, что это можно записать как матричное умножение, да, то есть l1, 1 минус альфа, l1, 2, так далее, l1r, l21, l22 минус альфа, так далее, l2r, тут все так далее, lr1, lr2, и в конце lr минус альфа, да, вот эта матрица, эта матрица домножается на вот такой вот столбик, t1, t2, так далее, tr, и получается 0, то есть матрица, столбик из нулей. То есть иными словами, вот тут уже мы опять жонглируем, до этого мы работали внутри t-модуля, и получали, что вот какие-то комбинации все равны нулю, но здесь были числа разной природы, альфа была не весь какой, неизвестно, а все льки целые. Теперь я получил матрицу, в которой тоже такие как бы числа разной природы, но вот эта матрица зануляет вот такой вектор, и какой же вывод я могу из этого сделать? Если вы откроете учебники математики, откройте их на странице, где написана присоединенная матрица, вы увидите такую офигенскую конструкцию, что к каждой матрице можно построить матрицу алгебраических дополнений, это некие целочисленные выражения, внимание, именно целочисленные, там нигде ничего не делится. Линейную алгебру надо разделить на две части, где что-то делится на определитель, и до того, как что-то делится на определитель. И вот нам нужно иметь дело только с теми объектами, которые не, так сказать, в которых ничего ни на что не делится, потому что делить у нас здесь, ну как бы, вообще говоря, надо аккуратно, запрещено делить. Не всегда возможно. И поэтому вот я теперь беру к этой матрице эти алгебрические дополнения. То есть, значит, как это выглядит? Вот здесь стоит алгебрическое дополнение к первому. То есть вот этот определитель. Определитель, если я выпишу, это будет какая-то целочисленная комбинация, да? Вот этих всех. Представьте себе, вот на секунду представьте, что будет, если я поставлю здесь вот эти вот палочки и посчитаю определитель. У меня возникнет многочлен от альфа с целыми коэффициентами, и старший коэффициент будет с единицей или минус единицей. Ну там единица или минус единица, неважно. Минус единица всегда можно поделить даже в целых числах. То есть будет выражение как раз вот такого вот вида, и все остальные, они тоже будут многочленами от альфа, понимаете, да? Вот такими вот приведенными, то есть со старшим коэффициентом, равным единице. Вот, и у меня возникнут эти вот многочлены. Давайте их там выпишем, не знаю. Да, на втором месте будет стоять, по-моему, дополнение к вот этому. Там нужно транспонировать. Но не суть. Важно, что везде стоят такие вот L1,1 от альфа и так далее, L1,R от альфа. Это будут многочлены, причем приведенные со старшим коэффициентом, равным единицей. И если я домножу, то, естественно, тоже получится ноль, потому что я домножил на вектор, равный нулю. Да, я умножаю вот это на вот это вот произведение матрицы на вектор, которое нулевое, значит, это тоже ноль. Но, внимание, ребята, я пользуюсь ассоциативностью произведения матриц любых. Если две матрицы, если три матрицы имеют такие размеры, что их можно умножать вот а умножить на b и b умножить на c, да, то верна всегда формула матричное умножение всегда, всегда вообще ассоциативно. Всегда, когда оно определено. Поэтому я могу вот так поставить скобки и посмотреть на то, что у меня получится, когда я вот это вот на это умножу. Но при умножении дополнительной вот этой вот присоединенной матрицы у меня в каждом месте ее определитель стоит на диагонали, на диагонали стоит определитель. То есть вот у этой матрицы, да, дет, 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 исходной вот этой матрицы, ну, я ее так напишу, l минус альфа на e в каком-то смысле, это верно, да? То есть это вот исходная целочисленная матрица l минус вот это число альфа, неизвестно какой природы, совершенно не целая, умноженное на единичную матрицу. И вот они стоят, вот эти деты, да, деты, они стоят по диагонали у меня. А здесь везде стоят нули, потому что это произведение, значит, элементов матрицы на алгебрические дополнения к, значит, не своим, к алгебрическим дополнениям идут к чужим строкам. И поэтому все то же самое, как для линейной алгебры над полями, то же самое и над целыми числами. Получается, вот, что все вот эти будут нули. А на диагонали стоят определители, которые, как я уже указывал, на самом деле это приведенный многочлен от альфа с целыми коэффициентами, потому что, ну, там плюс-минус один старший коэффициент по хрену, потому что можно поделить на минус-единицу, но он плюс-минус вот альфа в рт степени. А все остальные целые, тут надо все время следить за целой численностью. Поэтому, если я умножил вот это на вот этот столбик, я получил нули. Но дело в том, что вот здесь уже, как бы, да, здесь уже мы пользуемся тем, что и в целых числах нет никаких делителей нуля. Ну, и если мы, как бы, если мы вот этот столбик на это умножаем, да, там тэшки-то, тэшки у нас не нулевые, здесь, ну, ну, 0, да, ну, давайте сразу договоримся, да, что внутри этого Z-модуля, конечно, мерного мы брали в качестве образующих, только не нулевые. Ну, и тогда из любого соотношения, что вот это на это равно нулю, да, получается, что у нас столбик должен быть, вот этот определитель на T1, определитель тот же самый на T2 и так далее. Ну, и из любого из них, из того, что произведение равно нулю, должно с необходимостью следовать, что вот этот детерминант L минус альфа Е, он 0. Но что такое детерминант? Это, еще раз, в энный раз повторяю, это многочлен, приведенный с целыми коэффициентами. Вот и все. Поэтому у меня получается как раз выражение такого вида, и, следственно, альфа алгебраично, целое алгебрическое число, потому что мы получили в конкретном совершенно, в конкретной форме, получили на него многочлен с целыми коэффициентами. Ну вот, я как-то долго очень в это врубался, потому что мне постоянно путаница, что вот эти целые, как бы, а как же, а этот вам вот, ну, это какая-то автология, да, я написал, что там вот это вот минус альфа Е, в общем, я очень долго в это пытался врубаться, пока вообще не забил на попытке это увидеть каким-то философским образом, а просто брутально вот взял, домножил на эти дополнения, и все. Ну и вот, соответственно, мы доказали вот эту теорему, что если некоторое комплексное число оставляет при домножении на какой-то конечномерный z-модуль, не выводит ничего за его пределы, да, то есть оставляет внутри домножение на комплексное число, какой-то конечномерный z-модуль переводит внутрь себя самого, то оно обязательно алгебраическое, вот, целое, целое алгебраическое число, целое алгебраическое число. Ну вот, собственно, на этом мы и завершаем. Кто понял, можете двигаться дальше в осознании, значит, целых алгебраических чисел и т.д. Субтитры создавал DimaTorzok